Потому что живой Путин это гарантия того, что убийства россиян будут продолжаться на территории Украины, на фронте, в местных штурмах и на территории России. В терактах, призванных напугать народ, да и котки сбиться в стадо, которое Путин будет продолжать стричь и резать. Мы в этом проекте говорим в каждом выпуске, что граждане Российской Федерации, запомните, вас убивают и уничтожают ваша власть. Ни чеченцы, ни украинцы, ни грузины, ни кто-то. Честно говоря, вы нафиг никому не можете. Честно, при всем неуважении Путин держался, пришел к власти благодаря насилию и терроризму. Сегодня эту власть, он удерживает по этим принципам. И очень бы хотелось, что такие акции, и это только начало в России, я уверен, еще серия таких терактов, где-то возможно даже будут очень сильные. Вот просто нужно понимать, что за всеми терактами стоят именно те, кто сегодня возглавляет вот эту всю кремлевскую верхушку в России. Потому что, вот посмотрите, ни в одной более-менее адекватной даже постсоветской стране почему-то таких проблем нет. Вот почему? Главная угроза – Россия. Ни ИГИЛ, ни Талибан. То есть, если так вот взять, да, так объективно. Есть террористические акты, бывают во Франции, там, в европейских странах. Такие вещи бывают. Но вот такое, причем, что очень похожий почерк. Очень все похоже, то есть вот такое доживю. То есть, ты даже вот уже смотришь, и ты понимаешь, будут погибшие. Ага, пожар, так далее. Ну, тут, 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 ничего ж оригинального нет. И опять же, почему-то внешний враг. Именно внешний враг. Они внутри. А внутренний сидит в Кремле. И вот это самое главное. Россиян убивает их же власть всеми возможными способами. Замораживая, отправляя на фронт, в терактах, ядовитой экологией, нищетой, пьянством, отсутствием работы. Иногда намеренно, но чаще всего просто потому, что эта власть не умеет по-другому. Просто не умеет. Она не умеет слышать свой народ, прислушиваться к тому, что он хочет. Она считает свой народ быдлом беспросветлым. Быдлом, которым можно управлять, манипулировать. Или, по крайней мере, его можно игнорировать. Ну, или откупиться. Но сейчас это уже вряд ли, потому что денег больше не станет. А война и друзья, которые сидят на оборонных заказах, хотят денег. Так что россияне оказываются в положении той самой коровы, которого будут меньше кормить и чаще доить. И что? Положение парнокопытных и жвачных во второстепенном колхозе советского образца вас устраивает? Грязный хлев, дырявая крыша, гнилая подстилка, ветеринар-пропойца и ребра от голода, выступающие под кожей. Вы уверены, что вы хотите дожить до состояния, когда вас повезут на убой, а Син даже убежать не будет? Тогда хоть что-то делайте. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин